всем привет сегодня будет не совсем обычное видео но не будет очередным опровержением плоской земли сегодня я постараюсь объяснить некоторые моменты относительно якобы неправильного освещения луны как оказалось с этим постоянно возникают проблемы причем не только у плосковеров но и у других людей имеющих либо пробелы в образовании либо неразвитое пространственное мышление обо всем по порядку на ю тубе мне попадалось огромное число примеров как видео так и комментариев и человек якобы видит несоответствие между положением солнца луны и освещением этой самой луны потратив некоторое время я разобрался в чем тут проблема все в этом случае совершают одну и ту же ошибку и сейчас я объясню вам в чем же она заключается для начала взгляните на нашу ситуацию с точки зрения шарообразной земли наблюдатель видит солнце луну в указанных положениях даже если человек разбирается в астрономии его мозг как бы не в курсе реальных расстояний в космосе и подсознательно рисует светило на поверхности воображаемого купола который в астрономии называется небесной сферой более подробно об этой иллюзии вы можете прочитать соответствующей статье собственно с этой иллюзии начинается ошибка подсознание подсказывает нам что если солнце действительно освещает луну то свет должен падать на нее вот так луна освещенной стороной всегда должна быть направлена на солнце но в реальности как нам кажется мы видим немного другую картину я уверен что это нестыковка одна из тех что заставляет людей поверить плоскую землю что ж я наверное расстрою эту категорию людей но на плоской земле это нестыковка никуда не денется даже если заменить видимую часть небесной сферы вашим куполом остальное не изменится и иллюзия никуда не исчезнет наиболее сообразительные плосковеры наверное уже догадались в чем же их ошибка да во первых они забывают о реальных расстояниях во вторых о масштабах вид солнца в 400 раз дальше луны для тех кто все еще не понимает о чем речь я покажу на более наглядном примере и так взглянем на нашу ситуацию немного под другим углом а если точнее в трех измерениях соблюдением всех реальных масштабов и расстояний я воспроизвел ситуацию из первого слайда дату и время вы видите в верхнем правом углу впрочем она может быть любая по вашему усмотрению для начала посмотрим на это с поверхности земли наблюдатель будет находиться где-то средней полосе россии мы видим солнце примерно на востоке в паре градусов над горизонтом а луну на йогу западе и гораздо выше логично предположить что в этом случае луна должна смотреть освещенной стороной немного вниз но она смотрит вверх стрелка показывает направление на солнце для удобства и наглядности тут многие видят нестыковку но давайте все-таки вспомним про расстояние и масштабы для этого нам нужно посмотреть на нашу ситуацию со стороны как видите для наблюдателя положение светил на небесной сфере не изменилось но теперь мы видим что относительно наблюдателя солнце реально физическом смысле выше луны естественно луна и должна в этом случае осмотреть освещенной стороной чуть вверх в общем если совсем кратко то вам кажется что должно быть так а на самом деле все выглядит так я взял всего лишь один пример самый очевидный вы же можете проверить таким же образом любой другой случай якобы неправильного освещения луны ну и в качестве решения этой проблемы на будущее есть два способа первый для тех кто готов встать с дивана он заключается в следующем как только вы видите якобы неправильную луну сделайте следующее возьмите небольшой матовый шарик и на вытянутой руке расположите рядом с луной вы увидите что и шарик и луна освещены практически одинаково если вы не забыли о расстояниях и масштабах то помните что даже в масштабах земли солнечные лучи можно считать параллельными и они будут освещать все под одним углом второй способ для тех кто не способен встать с дивана вы можете просто скачать программу селестия с официального сайта это виртуальная модель солнечной системы и не только повторить манипуляции которые вы видели чуть ранее вы всегда сможете помочь своему не развитому пространственному мышлению да и вообще это хороший инструмент лечения плосковерия надеюсь после всего сказанного станет чуть меньше людей видящих в луне какие-то нестыковки несоответствия а также надеюсь что видео было полезным не только плосковером и всем кто интересуется устройство нашего мира на этом прощаюсь с вами всем спасибо за просмотр всего вам доброго